Всем привет! Меня зовут Сергей, приветствую на канале 1Серж23. Вот уже полтора года я занимаюсь фридайвингом, ну скажем так. Я не люблю слово фридайвинг, я считаю, я называю это подводным плаванием на задержке дыхания, но общераспространенная терминология это фридайвинг. И в этом ролике я сейчас расскажу вам о одной тренировке, которую вряд ли вам даст любой инструктор по фридайвинг. Вот, это очень интересные тренировки, но при этом они являются смертельно опасными. Если у вас нет мозгов, если у вас мозгов меньше, чем у кота рыболова, если ваши инстинкты готовы вас убить, не повторяйте эту тренировку. То есть ни в коем случае будет у вас инструктор, страховщик, не делайте этого. То есть это только тренировки, две тренировки, динамики. Первая будет тренировка, это таблица CO2. Вторая тренировка будет таблица O2. Принципиальное отличие от того, к чему вы привыкли и что вам дают инструктора, это то, что эти тренировки будут проходить на глубине 5 метров. Они могут быть, конечно, и на короткой, более мелкой глубине. То есть я эти тренировки выполнял и на 50-метровом заплыве в моноласте. Но наибольшее удовольствие, вот лично мне, это приносит на 5 метров. Итак, давайте по порядку. Еще раз говорю, предупреждаю, если у вас нет мозгов, если вы стремитесь заработать блэкаут, либо еще что-то, не делайте этого ни в коем случае. Но если вы хотите узнать что-то новое о своем организме, научить ему чему-то новому, сделать что-то, допустим, как-то улучшить ваши личностные характеристики, то вам это может понравиться. Итак, первая тренировка, это тренировка CO2 в динамике на глубине 5 метров. Что мы имеем? Мы имеем нормально экипированного подводника, экипированного, я подразумеваю, что на нем нормально сбалансированный груз, идеально сбалансированный груз, он нормально ловит горизонт, он понимает о том, что он делает, на нем нормальная полумаска, хороший зажим, он умеет двигаться, скользить под водой, умеет скользить медленно под водой, может минимализировать свои энергетические затраты, у него нормально поставлена техника полного вдоха и вот тогда и он уже плавает на 5 метрах, то есть он спокойно делает проныры на 5 метровой глубине. Вот только в этом случае, при этом он знает, что если чувствует идеально себя, чувствует и понимает, когда нужно всплывать, он всплывает, независимо от того, выполнил он тренировку или не выполнил. Жизнь, как говорится, в данном случае дороже. То есть если он почувствовал малейшее, если человек в состоянии адекватно оценить, что он почувствовал, что что-то ему не так, он производит всплытие, не задумываясь. Это крайне важно. Следующая вещь, у него есть либо инструктор, либо страхующий. Вот. Только в этом случае тренировки могут проходить безопасно. Во всех остальных случаях это путь на тот свет. Все. Так что вот, давайте сейчас я вам расскажу про тренировку, еще раз говорю, СО2. Как вы все прекрасным образом знаете по таблице СО2, она работает следующим макаром. Вы задерживаете, уменьшаете время отдыха при статической, статическом задержке дыхания. На воздухе она обычно проводит следующим образом. Ну то есть там разные есть таблицы, для разные люди там по-разному себя адаптируют, то есть под разным ее подгоняют под себя. Но в основной массе это допустим, ну если брать компьютерные схемы. Это, например, две минуты отдых начинается, полторы секунды, две минуты отдых, полторы минуты задержка. Дальше пошло на уменьшение. То есть, соответственно, и там дальше, там, там 15-30 секунд, соответственно, также время, время задержки дыхания не изменяется. Это тренировка СО2. В процессе этой тренировки у вас накапливается углекислый газ, он выводится, не успевает полностью, вы не успеваете вывести его, не успеваете идеально продышаться, и у вас организм насыщается углекислым газом, и вы обучаете свое тело жить в среде, когда углекислого газа в организме много. Почему и называется тренировка СО2. Теперь берем то же самые моменты, но перекладываем их на плавание, то есть на динамику. Как осуществляется данная тренировка? Вы делаете сначала тестовые проныры, то есть после того, как вы провели разминку от 200 до 500 метров, сколько в зависимости от ваших сил, кролем, проплыли бассейн. После этого вы делаете, экипируетесь, соответственно, подготавливаетесь, проводите подготовительное дыхание и делаете максимально плавных медленных проныров. Ну, скажем так, 25-метровую дистанцию поперек бассейна можно проплыть за 2 минуты. Вполне нормально. Без малейших усилий на глубине, допустим, 5 метров, то есть медленно, с минимальной скоростью. Вам нужно научиться поймать вот этот режим минимальной скорости. То есть когда вы буквально малейшие, когда вы видите, что движение происходит крайне-крайне плавно, вы минимально вкладываете энергетических усилий на проведение движения. При этом вам надо опуститься на 5 метров и вам надо подняться с 5 метров. Груз должен быть идеально сбалансированный, иначе тренировка не получится. Вас будет либо поднимать вверх, либо будет приплющивать вниз. Итак, начинаем тренировку. Первое, что вы делаете, это, соответственно, вы делаете два пробных, как я уже говорил, проныра. Это чисто пробные проныры нужны, во-первых, для того, чтобы вы хотя бы чуть-чуть разнырялись, во-вторых, для того, чтобы вы поняли динамику своего плавания. То есть вот все. То есть эти вот два фактора, которые очень важны. После того, как вы разобрались с этой ситуацией, когда вы поняли, в вашей голове что-то отложилось, то есть вы, допустим, прошли, первый проныр сделали на разныривании, второй проныр сделали уже на средней динамике. Вы, например, выбираете режим, в котором вы будете проводить тренировку. То есть вы знаете свое движение. Оптимально, чтобы у вас был бортовой дайвинг-компьютер на руке, для того, чтобы вы могли каким-то образом контролировать время прохождения вашей дистанции. Итак, после того, как вы всплыли, вам дает тренер отсечку. То есть прошло две минуты отдыха. Вы всплыли, две минуты отдыха. На второй минуте, то есть вам должны давать отсечку обязательно на 30 секундах и давать отсечку на 15. То есть как это выглядит? То есть там вам говорят 30 секунд, потом 15, 10, 5, 4, 3, 2, пошел. Все. Со словом, с фразой пошел, ваша голова ушла под воду. Все. С этого момента начался ваш парамет. Далее вы медленно, спокойно уходите на пятачок. По пятачку, как вы выбрали перед этим скорость дистанции, то есть, допустим, вы определили, что вам комфортно плавать, например, на полутора минутах проходить вот эту дистанцию. То есть, ну, решили для себя, что вы будете плавать полторы минуты. Из этих полутора минут вы читаете 20%, потому что это все-таки тренировка СО2, и вряд ли будет вам легко и комфортно проходить, вот когда времени будет на отдых совсем не останется. То есть, поэтому ускоряйтесь и, допустим, сделайте не полторы минуты, а, например, минуту 15, минуту 15, минуту 10, минуту 20. Вот так. То есть, уменьшили чуть-чуть, увеличили чуть-чуть скорость. При этом, при подходе к бортику бассейна, вы смотрите на часы и определяете, сколько времени вы были под водой. Достаточно ли этого времени. Вот такие вот режимы, которые нужно соблюдать. Все. Дальше с командой пуск, пошел, голова ушла под воду, вы начинаете погружение. Уходим на 5 метров и очень медленно, с той динамикой. Динамика нужна для того, чтобы вы определили скорость вашу, то есть, вы определили четко свои возможности. Плавать надо понимать следующее, что плавать надо стабильно. Решили плавать минуту 15, минуту 20, плаваем минуту 15, минуту 20. Не меньше и не больше. Сделали проплыв, выплыли, пошло время отдыха. Время отдыха каждый ваш проныр уменьшается на 15 секунд. Я уменьшаю на 15 секунд, если вам этого много, можете уменьшать на 10 секунд. Это дело ваше, как вам будет удобно. Соответственно, проходит, то есть, время отдыха у вас уже было первый раз 2 минуты. Теперь у вас время отдыха минута 45. За 30 секунд 15 вам дают все отмашки. Со словом пошел, уходите вниз. И вот так вы делаете равномерные проныры в динамике, уменьшая время отдыха. Время отдыха можно уменьшать до 30 секунд, можно уменьшать до 15. На 15 секунд делать очень тяжело, потому что вы вообще даже не успеваете сделать один вдох по-человечески, ну, по-нормальному. То есть, это потому что где-то, ну, вот по практике, то есть, такой тренировки на вдох уходит 15 секунд. То есть, сначала вам нужно, когда вы вынурнули, то есть, вынурнули, ну, сделали, закончили погружение, вы на поверхности. Сразу вы делаете сначала, как это обычно делается при всплытии, то есть, делаете 3 коротких выдоха. После этого максимально успокаиваетесь, максимально расслабляетесь. И в этом расслаблении вы находитесь постоянно до момента команды пошел вниз. Все, до команды пошел. То есть, другими словами, что у вас получается? То есть, вы только сделали выдох, выдохнули воздух буквально, соответственно, сразу начинаете применять расслабленное дыхание. Никакой гипервентиляции делать не надо, это вредно, крайне вредно в данном виде тренировки. То есть, вы вот буквально сразу начинаете, и как только вот пошло на 30 секундах, вы делаете первый полный вздох за 15 секунд. То есть, его делаем, допустим, не на полном выдохе, то есть, чтобы просто его дойти. И за 15 секунд ухитряемся делать полный вдох, соответственно, наполняя все 3 отдела легких. То есть, максимально. Если вы умеете упаковываться, можно чуть-чуть упаковаться. То есть, в принципе, 15 секунд на это мероприятие хватит. Все. И вот в таком режиме вы плаваете, всю тренировку проходите. После того, как вы закончили, допустим, у вас прошло минимальное время, которое вы обговорили с инструктором, допустим, вы решили, что вы остановитесь на 30 секундах, соответственно, вы останавливаетесь на 30 секундах. Можно, конечно, я делаю на 15 секундах, этот, как его называется, но это уже не контролируемый, скажем так. То есть, потому что, ну, реально ты не успеваешь ничего. То есть, это буквально ты делаешь полтос, проплываешь, всплыв на один вдох. Все. То есть, это, ну, как бы не совсем результативно. И вряд ли это уже можно назвать тренировкой. После того, как вы сделали полное восстановление, вы максимально медленно, допустим, проплываете эту дистанцию. То есть, догоняете ее замок, проплываете ее за максимальное время. То есть, допустим, можно 25 метров проплыть совершенно спокойно за 2 минуты. То есть, никуда не торопиться, вам не нужно. То есть, у вас это после тренировки CO2 данное погружение пройдет легко. И потом, допустим, вы проныриваете пару полтенечков для того, чтобы просто закрепить в мозгу какие-то результаты, которые вы достигли в результате тренировки. Все. На этом тренировка закончена. Самое главное, это, как еще раз говорю, дискомфорт, всплытие. Дискомфорт, всплытие. То есть, не надо бояться, не надо стесняться. Нужно просто делать это, чтобы это было безопасно. Нужно контролировать свои эмоции. Но, на мой взгляд, это достаточно легкая тренировка. Она менее напряженная, чем тренировка на О2. Про которую я расскажу в следующей ролике. Итак, вопросы, как всегда, через почту. Почта 1123собака.мейл.ру Пишите, отвечу. А так, спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok